Так всё и случилось Мы уплыть хотели, на корабль не успели Опоздали, отчалил, оставил, сильно обечалил Но нас тревога не поймала в свой капкан Мы победили страх, горе и обман Далеко нам идти, но вперёд Приключения... Зверята. Соляной кристалл Замечательно, все спят Можно приводить мой план в исполнение Эй, ворота, куда это ты? Что ты делаешь, совсем одна в коридоре замка? А я просто гуляю, а ты? Я пытался уснуть, но тут небольшая проблема Приходится просыпаться через каждую секунду, чтобы увернуться от маятника Он всё время качается Поспи в другом месте Я привык к этим часам Тогда просто останови их Остановить часы, остановить часы, хорошая идея Я об этом не подумал Спасибо, ворота Не за что Подземелье замка идеально подходит для осуществления моего плана Я этого не вынесу В чём дело, Дива? Увидела сокола? Нет Увидела ворону? Нет Увидела властелина двора злодеев? Хуже, ещё хуже Я старею Я нашла у себя седое пёрышко, смотрите Но ты же так белая, Дива Хочешь сказать, что ты отличаешь белые перья молодой утки от белых перьев старой, да? А в чём разница? В чём разница? Вы, мужчины, ничего не понимаете Но я кролик Ненавижу кроликов, за которыми остаётся последнее слово На что уставили все, Эй, Леп? Тут наверняка где-то должен быть фонтан молодости Фонтан молодости, фонтан молодости Я слышал о племени эльфа, в котором правит прекрасная королева Как её зовут? Белиска Да, Белиска Кто это сказал? Это я, Радомайс Филин, который в этом лесу всё про всех знают Ведь я здесь живу уже 923 года Сколько тебе лет? Вчера исполнилось 923 А, 923? И у тебя нет ни одного седого волоса Почему? Позвольте объяснить Всё это благодаря Белиске Белиска – королева племеню эльфов-горняков Вечно молода, потому что... Почему? Потому что всегда носит в кармане кристалл Соляной кристалл Вернее, масло на его основе Эту бутылочку она дала мне собственноручно А мне она не даст? Их всего три Одна у Белиски, одна у меня А ещё одна потерялась Где? Она упала в бездонный колодец Надеюсь, она не разбилась Бездонный колодец? Думаю, нам лучше о нём забыть А что будет, если бутылочка разобьётся? Хороший вопрос Если хотя бы одна бутылочка разобьётся Кристалл потеряет силу Его можно выбросить? Конечно, нет Он зарыт в пыли волшебных заклинаний Но об этом нельзя говорить Будем надеяться, что бутылочка цела В бездонном колодце Ух, как же здесь темно Мне нужен свет Зажгитесь восемь факелов Да, это место мне подходит Когда я верну свою книгу заклинаниями Это случится очень скоро Здесь, в этом самом подземелье Я осуществлю задуманное Нравится вам это или нет Нравится ли вам или нет Я зажгу повсюду свет Тут костёр я разведу Навлеку на всех беду Буду здесь я колдовать И зверятам досаждать Чтобы это заклинание сработало Мне осталось лишь выкрыть свою книгу О этих мерзких зверят У меня уже есть все ингредиенты Точнее, главный ингредиент Соляной кристалл Берегитесь, зверята Подумаешь? Что такого в этом бездонном колодце? Ты это говоришь, потому что никогда его не видела А я видел Пошли к нему И если Цилиндр Храбрый, отважный Цилиндр Согласится спуститься в него И найти для меня кристалл Я? Ну почему я? Что за вопрос, Цилиндр? Почему? Почему? Потому что это твой шанс Стать настоящим героем А если я откажусь? То рискуешь остаться без ушей Ясно, шляпа? Ладно, ладно Я спущусь в бездонный колодец Раз уж я согласился Хорошо, потому что будет очень жалко Лишиться одного из этих ушей Да Я провожу вас Что Филин Радаме сделает со зверетами? Видимо, он рассказал им обелиске Ее соляном кристалле Да, похоже, они идут к бездонному колодцу Нельзя допустить, чтобы они узнали, что третий кристалл у меня И он мне нужен для заклинания Но я могу быть спокойна Они провалятся в бездонный колодец И я получу свою заветную книгу Это будет проще, чем отобрать конфетку у ребенка Конфетку? Пойдем за конфетами, наконец-то Никто ничего не говорил о конфетах Как это? Я слышал это собственными ушами Если ты не угостишь меня конфетами Я расскажу властелину, что ты ходила в подземелье без его разрешения А ладно, сокол Если ты очень хочешь, я свожу тебя за конфетами Там их, видимо-невидимо Где это? Рядом с бездонным колодцем, разумеется Собирайся, встретимся на месте Подожди, мне нужно захватить только корзинку, посох и шляпу Отлично, теперь я смогу за один раз избавиться и от зверята От этого надоедливого сокола Из бездонного колодца еще никто не выбирался Я готов, полетели Подожди, мне нужно тебе кое-что рассказать Давай Место, куда мы идем за конфетами Бездонный колодец Да, там самый лучший конфетный магазин во всем среднем лесу И я бы не хотела Не хотела чего? О, ясно Чтобы кто-то еще о нем узнал И что же мы будем делать, ворона? Если тебе там кто-нибудь встретится Не говори трюфель или карамельки Говори, например, кристалл Соляной кристалл Ясно, соляной кристалл Отлично, я даже позволю тебе первому Спуститься в бездонный колодец и купить там конфет То есть я имела в виду соляной кристалл Он не выглядит опасным Готовь спуститься, цилиндр Готов Стой, надень, вот Если ты наткнешься там на кого-нибудь Скажи, что ищешь конфетный магазин Ту-ту-ду-ту-ду Я, оказывается, не один Он тоже за конфетами? Что ты ищешь? Соляной кристалл Кого он хочет надуть? У него на лбу написано, что он пришел сюда за трюфелями Я слышал, он на дне без данного колодца. Я тоже. Отлично, поищем вместе. Хорошо, а если найдем, кому он достанется? Кто первый его увидит и закричит, он мой, может его забирать. Идет? Да, идет. Мы же не сможем его разрезать пополам, да? Да, половина трюфеля это. То есть половина кристалла абсолютно ненужная вещь. Пошли. Что вы ищете? Ищете. Соляной кристалл. Я тоже. Так вы пришли за соляным кристаллом? Кристаллом? А вы не знаете, что ворона? Ворона? Эй, хватит орать у меня над духом, о чем я? А, ворона его давно нашла? Нашла. Странно, я и не знал. Я тоже. Вы никому об этом не расскажете, ведь завтра. Завтра. Хватит орать, я оглохну, завтра вас съедят. Съедят? Не знал, что нельзя искать кристаллы в это время года. На помощь! На помощь! Молодец, Безымянный! Принеси этим сорнякам их десерт! Эй, этот болван пытается нас распилить! Нас! Ты прав, Безымянный! Тебе лучше сматываться отсюда! Возвращается Безымянный, но без цилиндра. Но самое важное, без кристалла! Цилиндра поймала странное растение, которое собирается его завтра съесть на обед. Ну и что? Где мой кристалл? Что? Кристалла там нет? О, бедная! То есть, бедный цилиндр, нужно его немедленно спасти, Дива. Можно уговорить растение стать вегетарианцем. Сейчас не время для шуток, Дива. У кого есть идеи? Я где-то читал, что растения любят музыку. Можно попробовать. Если растение отвлечется, цилиндр сможет сбежать. Что скажете? Отлично! Нам ведь нечего терять! Скоро эти прожорливые цветы съедят надоедливых зверят и слишком любопытного сокола. И тогда я просто подберу свою вторую книгу и осуществлю вторую часть плана. Этот момент почти настал. Посмотрим! У меня есть первая книга. Я нашла соляной кристалл. И теперь я могу начать подготавливать свое заклинание. Нужно подумать, с чего начать. Красные перышки шмелей, Камни ведьма не жалей. Все, что надо, я достала И зверятам показала. Лишь грибочков я добавлю, От всех бед себя избавлю. И теперь последний штрих, Чтоб последний враг затихш. Ох, избавлюсь я от них. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну же, начнем? Друга мы спасаем, песню напеваем Песню напеваем, друга мы спасаем Давайте отдохнем Нам нужно хорошо выспаться, чтобы завтра спасти цилиндр И мой кристалл Друга мы спасаем, песню напеваем Песню напеваем, друга мы спасаем Мы же верные друзья Мы же верные друзья Мы друзья Друга мы спасаем, песню напеваем Песню напеваем, друга мы спасаем Мы же верные друзья Мы же верные друзья Мы друзья Пока! Витьма ворона! Витьма ворона! Сокол? Его же должны были съесть прожорливые сорняки Нужно проверить Эй, сокол! Ну что, ты нашел конфеты? Хватит меня обманывать ворона! Все знают, что они у тебя и уже давно А меня чуть не съели какие-то прожорливые растения Хорошо, что пришли музыканты и спасли нас с кроликом А кто, как ты думаешь, послал к вам этих музыкантов? Кто? Кто? Три? Конечно, кто же еще? О, спасительница, я-то начал в тебе сомневаться Теперь нам надо сосредоточиться на поиске моей книги Все готово! Что готово? Все готово! К ужину пошли! Да! Я проголодался! Те сорняки сказали тебе, что ведьма ворона давно уже нашла соляной кристалл, верно? Именно! Похоже, мне суждено посидеть А эта старая ворона вновь помолодеет Если только... Если только что? Если только ведьма ворона не собирается использовать кристалл для какого-нибудь особого заклинания Леп, ты что-то говорил об особом заклинании, которое лишает все живое силы воли Да, но его больше никто не использует, ведь оно было утеряно Что если оно здесь, в книге, которую ведьма ворона пытается вернуть? Ты прав, безымянный Надо побыстрее добраться до замка двора злодеев Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2009 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова